Перевёл и озвучил Свежинцев Роман, специально для канала Труджим. Так, теперь поговорим о делах. Давай, погнали, брат. Брат, говори место. Мне нужно, чтобы ты назначил место. Нет, правда, давай поговорим о делах. Хабиб сейчас в Сан-Хосе. С ним Ислам Махачев. Сагид, у которого 15-1. Тагир, который является чемпионом GFC в лёгком весе. И Тахир, который... Короче, у всех ребят всё хорошо. Итак, тренировочный лагерь проходит хорошо. И по правде, единственное, о чём я беспокоюсь, это один парень. Я думаю, Тони без очков он видит очень хреново. Ведь на самом деле очки его защищают. А без них он дерётся с тумбочками. Нафига не понимаю. Правда, меня беспокоит только это. Я боюсь, что он себя травмирует. Но, надеюсь, он в порядке и в безопасности. Это полный капец. Вот и всё. Но... На самом деле-то всё хорошо. Ты хотел бы что-то сказать фанатам, Хабиб? Пока мы не закончили. Брат, брат, я хотел сказать только... Я как бразилец. Тренируюсь, сплю, ем... И затем повторяю. Ну а вообще, знаешь... Это вся, вся моя жизнь. Мне 31 год. И 31 год я этим занимаюсь. Мой подготовительный лагерь, он начался в декабре. С конца декабря я тренируюсь каждый день, два раза в день. Немного в декабре, да, даже почти весь. Январь, февраль, март. И, надеюсь, этот бой всё-таки произойдёт. Этот бой очень важен, ведь лёгкой категории нужно идти вперёд. Поэтому я совсем не хотел бы, чтобы этот бой не состоялся. Сейчас в лёгкой категории много хороших бойцов, у которых 6, 7, 8 побед подряд. Претендентов на пояс много, и я не хочу задерживать категорию. Нужно провести бой против Тони Фергюсона и узнать, кто будет следующим. Бой против Тони очень важен. Не только для UFC, фанатов. Это очень важно для лёгкой весовой. Поэтому я очень хочу с ним подраться. Мы обязаны провести бой. И я думаю, я думаю, в следующие пару дней... В общем, вчера я говорил с Даной, и он сказал, что они будут делать всё, что в их силах, чтобы этот... чтобы этот бой всё-таки состоялся. Но поживём-увидим. В следующие пару дней Дана... Дана скажет, где будет бой. Хабиб, у меня вопрос. Вот что я думаю про бойцов. Многие бойцы... Дана, UFC, ты... У многих бойцов имеется много денег. Но многие бойцы зарабатывают по 10, может быть, по 20 тысяч. Я хотел сказать, что у тебя будет бой, который будут смотреть все, и все на этом заработают. Ведь если эти ребята не заработают, они не накормят семью, не заплатят за аренду, даже не заправят машину. Так что... Очень важно, чтобы этот бой состоялся. Чтобы помочь другим людям. Дать им мотивацию. Всех бойцов проверили, и ни у кого нет коронавируса. А коронавирус это далеко не шутки. Но я считаю, что очень важно, чтобы продолжали проводить бои. Ну, во-первых, самое важное это здоровье. Понимаешь? Если здоровы мы, и здорова наша семья, это важнее всего. Нам всем необходимо о себе заботиться. Ладно, допустим, все будут здоровы. В этом карте 13 боев. 26... 26 бойцов. Ну и плюс угловые. Они здоровые. Плюс люди UFC, которые организуют шоу. Добавляем сюда судей. Потом еще атлетическую комиссию. Нам понадобится максимум 100 человек. На стадионе. В закрытом. 100 здоровых человек внутри. И мы сделаем шоу. Включим камеру, пейпер-вью. Заработают и остальные ребята. Все ребята могут драться. Люди сидят в карантине дома. Они будут веселиться, смотреть бои. А бойцы выйдут на стадион, будут драться и будут делать свою работу. Я считаю, нам необходимо максимум 100 человек, чтобы организовать этот бой. Нам нужен один стадион и 100 здоровых человек. Включить пару камер и показать людям по всему миру битву лучших легковесов. Это очень важный бой. Я за это, я и люблю UFC. За то, как они ведут свою политику. Ведь они прилагают все усилия, чтобы провести бой между лучшими из лучших. Сегодня у нас была тренировка по борьбе. Мы только закончили тренировку и вернулись. Я хотел сказать всем, я вчера ходил в банк и банкир мне сказал, люди не ходят в банк за деньгами, они их туда несут. Единственный, кто забирает деньги из банка, это Хабиб. Только Хабиб забирает деньги из банка. Почему ты забираешь деньги? Брат, я не понимаю, о чем ты. Короче, слушай, я думаю, забудь, брат, где ты сейчас? Ты где? Покажи мне. Брат, я в карантине, у меня тут спрей, мыло, вся фигня. Еще вот это, понимаешь? А еще, я никогда не прекращаю тренировки, тренируюсь все время. Делаю разные упражнения, понимаешь? Немного боя с тенью. Брат, прошу тебя, покажи мне свои отжимания, покажи отжимания. Показать отжимания? Ну да, ты ведь проиграл. Да, ты проиграл, и ты должен мне 30 отжиманий. Давай. Хочешь 30 отжиманий? Ладно. Пожалуйста. Ладно, я отожмусь. Но так мы ничего не увидим. Брат, опусти камеру ниже. Чего? Эй, как ты снимаешь? Эй, мы должны видеть твои отжимания полностью. Ты хочешь видеть отжимания? Ладно. Так пойдет? О боже, это безумие. Ладно, давай, 30 отжиманий, 30 раз. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Брат, мы не видим, как ты там отжимаешься. Поставь камеру нормально, сделай, чтобы мы все видели хорошо. О чем ты говоришь? Что ты хочешь видеть? Мы не видим ничего, мы хотим видеть, как ты отжимаешься. Хорошо. Ты думаешь, я обманываю? Думаю, немного, да, так что давай, вперед. Хорошо. Погоди. Давай так, сейчас поставлю, посмотришь. Теперь тебе видно? Брат, мы не видим ничего, сделай, чтобы в кадр попадало все. Нам нужно видеть твои ноги, корпус. Брат, у меня тут машина и стул, я не могу сделать, чтобы попадал весь в кадр. Брат, не переживай, вот, теперь хорошо. Немного ниже, хотя ладно, давай, поехали. Давай. Давай 30 раз. Один, два, шесть, семь, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать. Ну чего ты? Давай продолжай. Я плохо говорю по-английски. Давай, продолжай. 15, 16, 16, 17, 17, 18. Давай, продолжай, брат. 21, 21, 22, 23. Давай, осталось всего 8 раз. Давай, погнали. 23, 23. Эй, ты не поднимаешься. Брат, давай, двигай телом вперед. 22. 23. Давай, брат. 23, 24, 26, 25, 25, 26. Давай, брат, осталось всего 5 раз. Всего 5. 2, 3. Брат, твое тело не движется. 27. В смысле, мое тело не движется? Надо двигать телом. Давай, брат, вперед. Теперь хорошо. Ладно. Договорились, молодец. Нам приходится соблюдать все условия, которые ставит перед нами правительство. И сейчас у нас нет другого выбора, кроме как отменять бои. И мы уже отменили следующие три ивента. Но Тони Фергюсон и Хабиб 18 апреля все равно будут драться. Дана, скажи, насколько возможно, что бой Тони и Хабиба в апреле не состоится? Мы будем следовать установленным правилам и не будем собирать более 10 человек в комнате. И надеяться, что к апрелю ситуация с вирусом уже разрешится. Но мы проведем этот бой даже без зрителей. Любой ценой. Даже, может быть, и не в США, но этот бой будет. Продолжение следует... Продолжение следует...